Рома Лукьянов подрабатывает в санатории второй раз. По словам выпускника, бездельничать он не любит. Выходные посвящает прогулкам с друзьями и резьбе по дереву. А в будние дни помогает в уборке здравницы. Зарплату тоже тратит с умом. Ну, обычно деньги я трачу на то, чтобы одеться, помочь как-то родителям. Я считаю, что родителям нужно помогать лучше, если возможно. Как говорит руководитель группы, в месяц школьник может заработать более 10 тысяч рублей. В санатории «Юность» сотрудничает с Центром занятости уже несколько лет. В этом году здравница приняла на работу 12 подростков. Все те задачи, которые им ставятся, они выполняют большим удовольствием. То есть мы ребятами довольны. А цели основные, которые мы прививаем, это прививание любви к труду в первую очередь, к родине и к Краснодарскому краю. Ну и зарабатывание денег для них это не является лишним. По трудовому законодательству дети от 14 до 16 лет могут работать не более 4 часов в день. От 16 до 18 – 6 часов. Чтобы устроиться на летнюю подработку, школьнику необходимо обратиться в Центр занятости по адресу улица Калинина, 12А. При себе нужно иметь паспорт с НИЛС и ННН. Если школьнику меньше 15 лет, письменное согласие на трудоустройство от родителей или опекуна. Сейчас в Анапе открыто более 300 вакансий и 19 кватируемых рабочих мест для школьников. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.